Первый домашний матч вышел комом. Юниоры забросили четыре безответные шайбы ворота Бобров. Сегодня хозяева пытаются ржиться первыми очками в чемпионате. Стартовая 20-ти минутка не сулила ничего хорошего Бобруску. Гости из столицы отличились три раза. Хозяева смогли отквитать лишь одну шайбу. На первый тайм-аут команду ушли при счете 1-3. Во втором периоде Бобры сумели переломить ход с встречи. По разу отличились Павлов, Кирин, Рыжкович. У юниоров результативным действием отметился середа. 4-4. Судьба трех очков решалась в третьем периоде. Где-то начали проигрывать, потом вывели игру в ровно. Потом, может быть, как-то немножко думали, что все сейчас дальше будет так же идти, но не получилось. В решающем периоде высокое исполнительское мастерство столичных парней сыграло главную роль. Бобры получили в свои ворота три шайбы. Финальная сирена зафиксировала победу гостей со счетом 7-4. Два периода была живая, хорошая игра. В третьем периоде немножко уже силенок не хватило на концентрацию, потому что отдавали шайбочку на пустых местах. То есть где-то сил не хватило на концентрацию в третьем периоде, чтобы контролировать шайбочку. Ну а так, два периода хорошей игры в третьем периоде подсели немножечко. В первую очередь хочется сказать болельщикам спасибо за то, что приходят нас поддерживать. Команда новая, собрана. Тренируемся, работаем. В дальнейшем будем побеждать. Для хозяев льда поражение стало четвертым подряд. На данный момент бобры обитают на дне турнирной таблицы. В графе набранных очков грустные нули. Сегодняшняя игра уже история. Следующий матч бобручане проведут на выезде 20 сентября. Соперник Неман-2. Стартовое вбрасывание назначено на 17-0-0. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск-360.